Ну что, давайте посмотрим второй тайм, в скобочках, я сам посмотрю. Блин, печально, что отключился. Так, Санкс, какие-то у него проблемы возникли с интернетом. А так давил, хорошо, мог выиграть, в принципе, даже. Судя по матчу, штрафной опасный. 1-0, я напомню, ведет Гамбург, вот. Они в белых футболках. Юля неплохо бил, попал в чешку. Вот. У Димаса, значит, 5 игр и, что-то там, сколько, 6 очков. У Ксанкса тоже 4 матча, 4 матча, 6 очков, вот, да. И если, соответственно, он сейчас зацепляется за ничью, то уже, как бы, ну, очевидно, что больше шансов, да, там, на сколько-то процентов пройти дальше, вот. Поэтому в Лиге Европы, конечно, хочется всем побороться. Ну, интересно, Лига Европы, не как в том году, конечно, но в этом тоже есть пару групп. Я вот тоже за свою Валентию попал в группу смерти. По сути, там и Вова, и Ньюби, и Вайтхорс. Короче, задроты. Ну, в принципе, я считаю, для своего уровня, плюс я еще месяц не играл, достойно провел. Мог лучше, мог и хуже, так что... Так что придираться не к чему, ну, очки заработал для тренировок, и все. Давайте, отыгрывайте матчи, и будем качать. Кто поставит на блок 5, тот сразу по рылу получает, сразу предупреждает, да, ну, типа, не надо палить игроков. Вот. Школьников качайте, школьников обязательно качайте, потому что малышей надо качать. Ставьте по два, и будет вам счастье. Вот. Я надеюсь, что Джек Вилшер, некто Джек Вилшер, все-таки рисканет и поставит Чеху 2,5 на голкипер скиллз. И качнет ему кипер скиллз до 99, и еще 10 звездочек. Не, на самом деле, тренировки очень интересные на реборне, конечно. Ради них можно играть только. Ради того и ради тренировок. Ну, как Галаган, он ради того играет, купить кому-нибудь. Посмотрим, будет ли он качать. То да, неплохо. Я заговорился, но, в принципе, тема интересная. Думаю, что надо развивать, все-таки как-то. Можно какого-то гостя нового пригласить, фиг знает. Посмотрим. Активность маленькая на сайте, супер маленькая активность. Типа, блин, осенью, что ли, так все это развиваться будет опять или что. Спартак катает, неплохо. Олич. Мэна. Их страхнули. Ну, пока, знаете, очень такой боевитый футбол. Пока нет моментов. Ой, удар неплохой, но... Не точно. Посмотрим, как умрет он и Грэда, потому что Лацо, тренер Лацо подзабил немного там по некоторым причинам. Какие я не могу говорить. Типа, он подзабил немножко. Сейчас у него очень мало сыгранных матчей. И, соответственно, сами понимаете, у него будет там сколько, 5-6 баллов, да, за тренировки. Поэтому, конечно, его футболистам будет очень больно. И... Что поделать? Что поделать? Тот же самый Манчестер Сити вот купил перспективных футболистов с тренировками и фиг пропал. Не надо так делать. У меня вот один матч остался до 11 баллов и буду кайфовать вообще. Один матч. Мэна. Манджук. Манджук хорош. Дает на Прата. Пас не точно. Ну, как сейчас могли вывалиться? Невплохой контратаку. Быстрая атака. Руднев. Никита. Даргол. 2-0. Ну, тут, в принципе, все уже понятно. Да, Днепр я уже хоронил, но в этом матче все понятно. Вот такая вот атака у него получилась. Щетка развел по углам вратаря. Все грамотно сделал. Ну, Днепр. Вчера, кстати, Сивили вновь выиграла Лигу Европы. Ну, интересно это делать. Не знаю, там уже в пятый раз они выигрывают какой-то. Не знаю, даже не следил. Я просто помню, как они... 2-0. Ну, будьте любезны. Ну, в общем, 3-0. Вот так вот. Поплыл немножко Днепр. Разыгрался Гамбург на своем хосте. Ну, тут уже я говорил, что все понятно, в принципе. И Тимас будет там бороться с Днепром. Но у них, я не помню, личная встреча или с Кристал Пеллсом. У них там, короче, матч. Не знаю, сложно сказать. Посмотрим. Ну, интересно. Когда есть заваруха в Лиге, когда... Там борются две команды за третье место. Ой, за второе место. Это интересно всегда. А лучше, чтобы три команды боролись. Везус. Так. Ничего не получается у Днепра. На самом деле, печально даже. Потому что, как он играл... Как он играл на своем хосте. Просто разрывал оборону Гамбурга. Но ничего не получилось. То есть, в завершающей стадии были полные проблемы у этой замечательной команды. Но нет. Короче, если кто-то захочет, могу постримить какой-нибудь матчик такой интересный. А, в принципе, мне любые. Завите. Ну, тут 32-ая мента встречи. Уже все, как бы, очевидно. То, что там Гамбург красава. Выходит с первого места. Заработал баблишко. Заработал немцев. Место. Под солнцем. Они рвутся вперед. Ну, АПЛ, я думаю, на первом месте будет. Лондонский Арсенал у нас вышел из группы. Ливерпуль тоже вышел. Ну, тут уже такая разыгровочка, такие пасеки в одно касание и попытка пробить. Заканчивается, по сути, ничем. Ну, что могу сказать. В принципе, мне нравилось, как Берн, конечно, за Днепр играл. Он сильно очень играл. У него хорошая такая строгая игра, так скажем. Ну, вот. Насчет Ксанекса не могу говорить. Давно уже с ним не играл и не видел его игру. Поэтому, так, сумбурный пока у меня понятие о его игре. Но могу сказать, что до рестарта он был добрым таким тренером, в принципе. По игре и вообще по всему. Так, Оллич. Рудни. Неплохие перепасовки. Все получается у Гамбурга. Общий счет, напомню, 3-0. Это второй тайм. Мюллер. На вес. И угловой. Ну, вот так вот заканчивается этот матч. В принципе, без драматизма. Ну, с таким сперчиком все-таки. Потому что. Ног в первом тайме, в принципе, удар гол. 4-0. Никита забивает вновь. Ну, на самом деле. Я говорю, если мне вылет, возможно, Ксанекс бы и взял по второму тайме свое. Но, видите, сам вылетел, сам виноват. Поэтому, не к кому, так сказать, претензии предъявлять. Так что, такие дела. По сути, по матчу-то больше и отметить нечего. Ну, на классе. На классе Ксанекс достойно выглядел своим таймом, хотя и пропустил. Такое. Спасибо за просмотр. Покедал.